Продолжение следует... Вступить ли в проект прогрессивное развитие или не вступить? Так, Катя, отлично, Анжелика. То есть вы еще не оформлялись в наш проект, заявку не подавали, да? Юля Ершова, отлично. Юля, а скажите, пожалуйста, кто вас к нам пригласил сегодня? С кем вы общались, кто вас позвал к нам? Вот еще Елена у нас в чате. Елена, вы уже в нашем проекте? Может быть, вы единичку, смотрю, не поставили? Может быть, вы в нашем проекте? Если вы уже в нашем проекте, то, пожалуйста, тогда напишите, кто ваш спонсор, или хотя бы вышестоящий. Так, ясненько. Девочки, ну, не знаю я, конечно, кто такая Дарья Кричок. Может, кто-то из вас знает. Ну, ладно, в принципе, ерунда. У нас в проекте... Да, я вот говорю, у нас Дарьи нету. Елена Мария вчера зарегистрировала, очень приятно познакомиться. А, это вы у нас в чате тоже, Елена, да? Отлично. Значит, Елена, если вы уже находитесь в нашем проекте, значит, вы, когда заходите на вебинар, в скобочках указываете Быковская. Значит, пишите Елена, свою фамилию и в скобочках Быковская, да, чтобы мы уже знали, что вы в нашем проекте. Вот, а Юлия Кочеткова у нас не написала. Тоже впервые, или вы уже в нашем проекте? Или, может быть, отошла Юля у нас? Угу. Так. Отлично. Ну, Юля не молчит, наверное, отошла Юля. Ну, хорошо. Будем знакомы. Мне приятно со всеми вами познакомиться. Я так поняла, что вы уже в проекте все, но только Юля у нас не ответила. Вот. Ну, может, и не в нашем, но она потом сообразит, в чьей на команде. Вот. Ну, мы сегодня расскажем про наш проект. Проект прогрессивное развитие. Школа бизнеса и личностного роста. Ну, и начнем мы с чего? Новые тенденции. Беготня с каталогами, затягивание друзей на презентации, в бизнес, бесконечные звонки по телефону. Это все то, с чем вы сталкивались до сегодняшнего момента. Когда вас друзья тянули в бизнес, когда вас уговаривали, как говорится, еще говорят такое слово, классно, есть, втюхивали. Вот. Сегодня новые тенденции таковы, и наш метод заключается в том, что люди будут сами вас искать, они будут сами интересоваться тем, чем вы занимаетесь. И вам не нужно никого убеждать и уговаривать. Люди сами будут у вас спрашивать. Вот. Ага, Юлечка отозвалась. Хорошо. Юля, значит, в следующий раз, если вы уже в нашем проекте, в скобочках пишите «Быковская». Потому что вот мы когда видим, что в скобочках написано фамилия спонсора, мы знаем сразу, что человек у нас в проекте. А когда не написано, значит, человек новичок. И мы уже тогда знаем, что здесь у нас в аудитории кто-то новый. Так, ну ладно, это ерунда. Теперь посмотрите, пожалуйста. Сегодня 21 век на дворе. И уникальная возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома, и получать удовольствие, это уже никому не секрет. Уже очень многие люди работают в интернете и получают за свою, за эту работу деньги. Как говорится, живут припеваючи, счастливо. Вот. И, возможно, вы не раз слышали, что есть возможность заработать в интернете. Но кто-то сомневается, кто-то думает, что это лохотрон, кто-то думает, что опять сейчас нам тут расскажут с три короба и, как всегда, обманут. Но в нашем проекте абсолютно все по-другому. Мы никого не уговариваем, мы никого не убеждаем. Все, кто сегодня находятся в нашей аудитории, все эти люди пришли сюда сами, добровольно, только потому, что им было интересно. И ведь неважно, в какой стране вы живете. В России, в Белоруссии, в Украине. Вы можете увидеть сегодня, что в чате у нас очень много людей и из России, и из Белоруссии. Сегодня Украины нету, но есть Россия и Белоруссия. Видите, и неважно ведь, что мы все с вами из разных стран. Ведь люди сами ищут вас, люди сами задают вопросов. И к вам в месяц будет приходить от 10 партнеров. И больше. 10 и больше. У вас всегда будет обучение при поддержке профессионалов в режиме онлайн. Вот в таком же режиме, в котором вы сегодня присутствуете. И в результате вы всегда с семьей. Вы никуда не уходите. Ваш ноутбук – это ваш офис. Или, если не ноутбук, то компьютер – это ваш офис. Вы всегда с семьей, и вы всегда в бизнесе. В результате свобода выбора, финансовая независимость, путешествия по всему миру несколько раз в год за счет компании. А наша компания, наш партнер, она поощряет своих лидеров и четыре раза в год отправляет за свой счет отдыхать на лучшие курорты мира. Нравится вам это? Кому нравится? Ставим восклицательный знак. Кто сомневается? Ставим вопросительный знак. Если вы сомневаетесь, ни в коем случае не бойтесь, ставьте вопросительные знаки. Никто вас, как говорится, бить не будет. Никто не сомневается. Ну, молодцы. Я рада, что все уже уверены. Никто не сомневается в том, что в интернете можно заработать. Задумайтесь, пожалуйста. Большая часть покупок на сегодняшний день совершается через интернет-магазины и порталы. Напишите, пожалуйста, вот кто из вас сегодня ни одного раза не покупал через интернет что-либо. игрушки, косметику, бытовую технику. Вот есть ли у нас в чате такие люди, которые никогда через интернет ничего не покупали, только ходили в магазин? О, есть все-таки один человек. Ну, значит, такие сегодня еще есть. А теперь вот такой вопрос. Расскажите, о, даже два человека. Вот это да. Да, сегодня вы тогда узнаете, что можно все покупки совершать через интернет, и, как говорится, не ходить с сумками, не тягать чемоданы. Теперь ответьте, пожалуйста, кто на сегодняшний день, ну, хотя бы процентов 30 своих покупок совершает через интернет. Поставьте восклицательные знаки, кто вот хотя бы процентов 30 заказывает через интернет. Там бытовую технику, может, игрушки, может быть, там, кто-то еду, у нас сейчас доставка еды даже есть на дом. Отлично. Ну, этих уже, смотрю, больше людей, да? То есть сейчас информационный век, век информации. Интернет работает повсюду. Вот. Поэтому сейчас информационный бизнес начинает раскручиваться во всю, полностью. Обучение через интернет, курсы, вебинары, коучинги от различных бизнес-тренеров, на различные тематики. Вот, Анжелика покупала и ни разу не оставалась довольна. То есть вам не нравится покупка через интернет, да, Анжелика? У меня есть такие моменты, что не нравится. Ну, отлично, я скажу вот от себя, да, я практически не хожу в магазин. Я практически все покупаю через интернет. Да, вот, Анжелика, видите, ну, есть, видите, все-таки на вкус и среде товарища нет. Есть такие люди, которым не нравится покупать через интернет. Единственное, что я на сегодняшний день не покупаю через интернет, это одежда, потому что у меня нестандартная фигура, и мне очень часто, даже примеряя, очень сложно подобрать одежду и в большинстве случаев приходится даже шить. У меня узкие плечи, широкий таз, поэтому не всегда могу подобрать себе одежду. Ну, вот, это единственное, что я не покупаю через интернет на сегодняшний день. А в магазин я практически не хожу. У нас доставка Евроопт, отличная штука, заказала в интернете, на дом привезли все продукты, и все расплатился. Супер! Не надо ходить, тянуть эти пакеты с магазина, эти сумки 20-килограммовые. Супер! Ну, вот, это лично мое мнение, конечно. Ну, продолжим дальше. Даже вот некоторые виды работ на сегодняшний день очень многие работодатели предлагают выполнять удаленно. Вот, может быть, у нас среди присутствующих кто-то сталкивался с таким, что предлагали удаленную работу. То есть, ну, скажем так, подработку такую небольшую, и просто сидишь дома за компьютером, выполняешь какие-то действия. Ну, а тебе там какую-то копеечку платят. Есть ли у нас такие? Кто-нибудь сталкивался с этим? Ну, я лично сталкивалась, я даже подрабатывала вот таким образом. Мне давали задания, выполняла в интернете, мне за это платили деньги. Вот, вот, Татьяна Быкова сталкивалась с этим. Да, видите, то есть, очень часто, вот у меня подружка, допустим, сидела на сайте, новости обновляла, и тоже за это платили. Вот, поэтому сейчас это очень-очень даже развитая тема. Вот, и наш проект не исключение. Мы работаем только в сети интернет. Мы работаем в социальных сетях, на досках объявлений. Видите, а Мария даже одежду себе покупает и детям. Видите, ну, вот, кому как нравится, да? Но на сегодняшний день, конечно, покупки через интернет – это не новость. Вот посмотрите, пожалуйста, как живет большинство людей в мире, да? 3% – это богатые люди. Это мировая статистика, это не я придумала, это статистика всего мира. 10% – это обеспеченные люди. 60% – живут бедно, но эти люди обычно привыкли называть себя средним классом. То есть, они считают, что они живут достаточно хорошо, середнячок, да? И обычно такие люди, скажем так, работают на нанимателя, и считают, что у них достойная работа, достойная жизнь, и, в принципе, чего еще большего можно желать. Я ни в коем случае их не осуждаю, но это вот констатация фактов, есть такой момент, да? И 27% людей всего мира живут за гранью бедности. Посмотрите, пожалуйста, на эту диаграмму и ответьте себе на эти 4 вопроса. Где я хочу находиться сейчас? Какой доход нужен мне, чтобы жить так, как я хочу? Когда я хочу иметь такой доход, чтобы жить так, как я хочу? Вы можете мне не отвечать, вы себе ответьте на эти вопросы. Какие у меня есть возможности, чтобы иметь такой доход? Вот видите, Мария написала классно в чате, что по статистике к бедным относятся те, у кого на одного члена семьи приходится меньше 700 долларов. Так что вот можно запросто сделать выводы и подумать, где вы и сейчас на каком из секторов этой диаграммы находитесь. А теперь задайте, вот этого вопроса у меня на слайде нет, задайте себе такой вопрос. Вас устраивает тот уровень жизни, который есть сегодня, на данный момент? Это самый главный вопрос. Какие же есть варианты для большинства людей, чтобы заработать деньги? Это квадрант Киосаки, квадрант денежного потока, есть такой известный финансист Роберт Киосаки, это его теория, это не я придумала. Четыре квадранта, с помощью которых можно заработать деньги. Какие же это квадранты? И самый первый, знаком очень много. Работа по найму. Как мы говорили о том, что 60% населения людей работают в этом квадранте. И к чему же мы приходим все? А обычно все люди, работающие по найму, 8 часов в день отпахивают на работодателях. 40 часов в неделю отпахивают на работодателях. И посмотрите, эти 40 часов в неделю, это не ваше время, это время вашего работодателя. Он говорит, когда вам прийти на работу. Он говорит, во сколько у вас обед. Он говорит, когда у вас отпуск. Может, я не права? Если я не права, напишите в чате, что я не права, что у вас совершенно другой работодатель. И в конце концов, мы приходим к пенсии. А пенсия – это наказание за отданное государству силы. Из классной передачи с Иваном Ургантом, очень многие смотрели этот ролик, я просто наслаждалась. Там девочка, по-моему, или мальчик, не помню точно, сказал, у него спросили, что же такое пенсия. И он сказал, это когда бабушки плачут за деньги. Я так смеялась. Ну, я помню, что очень многие наши девочки смеялись. Может быть, кто-то даже и видел эту передачу и тоже очень громко смеялся. Что такое пенсия? Да бабушки плачут за деньги. Просто подумайте, какая пенсия сегодня у наших бабушек и дедушек. И вот правильно Юля написала, до пенсии еще попробуй доживи. Сейчас и в России, в России, насколько мне известно, по-моему, подняли уже пенсионный возраст. В Беларуси пока только собираются. Да, Татьяна правильно пишет, хотят же продлить до 60 лет. А на сегодняшний день ситуация такова, особенно в Беларуси. Да, все прекрасно знают, какая у нас была послечернобыльская ситуация. Особенно в Беларуси очень много людей пострадало, страдают здоровьем. И поэтому, да, Бог дожить до 60 лет действительно. Но вы знаете, все-таки мы оптимисты, наш проект оптимистичный. Поэтому мы не будем останавливаться на работе по найму. Мы рассмотрим еще вариант зарабатывания денег. Еще один вариант зарабатывания денег это предпринимательство. Обычно это мелкое предпринимательство. Таксист, парикмахер, швея, да, может быть, даже кто-то из присутствующих здесь занимается каким-либо мелким бизнесом. Вот, репетиторство сюда же относится, да. Ну вот, посмотрите, пожалуйста. Берем таксиста, да. Машина работает? Деньги есть. Машина в ремонте? Денег нет. Швея. Шейная машинка работает? Деньги есть. Сломалась? Все, заказы принять не можем. А берем даже учительскую профессию, репетиторство. Здоровье есть? И ученики есть? А извините, если вы простыли или заболели, или еще что-то, ученика уже не позовешь на репетиторство. Соответственно, денег нет. То есть получается так, что мы, работая в мелком предпринимательстве, меняем время на деньги. То есть мы их зарабатываем, зарабатываем, зарабатываем. Мы каждый день думаем так, если я сегодня что-то там не сделаю, все, значит, я не заработаю. Мне нельзя сегодня отдыхать. И они без выходных, без проходных, работают, работают. И получается, что зарабатывают деньги, и они так хорошо, но тратить им некуда. Они не могут насладиться жизнью. Испытательный срок обычно 3 года. Если в течение 3 лет мелкое предпринимательство не становится крупным бизнесом, обычно эти люди уходят обратно на работу по найму. Ну и очень мелкий процент остается вот как на плаву тогда. Туда-сюда, плюс-минус и так далее. А если кто-то в течение 3 лет наработал себе базу и вышел в разряд крупного бизнеса, тот молодец. Почему? Потому что третий и четвертый квадрант это квадранты богатых людей. собственный бизнес. Это классный вид заработка. Но посмотрите, там есть очень много минусов. Наличие стартового капитала, вложения. И это не 10 тысяч долларов, и не 20 тысяч долларов. У вас есть на сегодняшний день такие деньги, чтобы открыть свой собственный бизнес. Чтобы открыть сеть парикмахерских или сеть магазинов, сеть гипермаркетов, сеть этих станций техобслуживания для автомобилей. У вас есть стартовый капитал, чтобы открыть свой собственный бизнес? Хорошо, идем дальше. Стартовый капитал, допустим, есть. Вы вложили, но здесь же есть и риск, жесткая конкуренция. И не факт, что вы это все выдержите. Потому что статистика такова, и она очень жестока, что в первый год открытия из 100% бизнесменов остается всего лишь 1%. За первый год разваливается 99% новоявленных бизнесменов. за последующие 5 лет из этого 1% остается ровно половина. И вот те, кто выдержал эти жестокие 6 лет конкуренции, остаются в плюсе. Все остальные, естественно, уходят обратно на работу по найму. Конечно, третий квадрат это квадрант богатых людей. И если у вас получилось, то у вас есть огромные плюсы. Это финансовая независимость. Это время, чтобы тратить заработанное, чтобы наслаждаться своей жизнью. А вот напишите, пожалуйста, а кто так хочет? Напишите в чате, кто так хочет? Пока вы пишете, я немножко прокомментирую. Вот Маша действительно написала. Сейчас кризис. Мало кто рискует открывать собственное дело. В России, в Белоруссии, да? Это просто сейчас тяжелое время. Очень многих сокращают. Сейчас идут повальные сокращения. Фирмы закрываются. И вот вы знаете, те из фирм, которые выдержат этот кризис, это будут суперфирмы с супердоходами. Молодцы, девчонки. Я вижу, что у многих есть желание открыть свой собственный бизнес. И это отлично. И рассмотрим сейчас четвертый квадрант. Это инвестирование. Это опять же наличие стартового капитала. Это риски вложить деньги и обратно их не получить. Это торговля на биржах. Это обязательно нужны специальные знания. Вы должны знать рынок, мировой рынок, чтобы начать зарабатывать в квадранте инвестирования. И это тоже сложно. Но если вы этого достигаете, у вас много плюсов. Это финансовая независимость, которая не сравнится ни с чем. Это время, чтобы отдыхать, чтобы тратить заработанные деньги, посещать различные курорты мира, различные страны и выполнять свои самые заветные желания. И вот посмотрите, четыре квадранта. Работа по найму, предпринимательство, это квадранты бедных людей. Собственные бизнесы, инвестирования, это квадранты богатых людей. Но, как я сказала, это очень сложно. И какой же здесь есть выход? Мы вам хотим предложить выход, который соединяет все квадранты в один проект. Это проект прогрессивное развитие. Это возможность открыть свой собственный бизнес, чтобы проинвестировать туда свое время и знания. В основном мы инвестируем время и знания. деньги, конечно, тоже, но это ничто по сравнению с тем, что мы вкладываем свое время и свои знания. Какие есть плюсы? У вас свободный график работы. То есть вы сами решаете, когда вам работать, когда вам не работать. Да, работа по найму в проект не входит, естественно, потому что здесь вы сами себе начальник. Это я, наверное, оговорилась, да, Маша, комментарий в чате написала. Да, наверное, я где-то оговорилась, я что-то не помню, что я сказала, но ладно. Работа из дома без отрыва от семьи и от дома. Вы находитесь дома вместе с детьми и вы находитесь вместе с бизнесом. Это бесплатное обучение через интернет. Это неограниченный доход и карьерный рост. Вы здесь зарабатываете ровно столько, сколько вы хотите заработать. И вы здесь сможете заработать столько, сколько хотите заработать. И у вас будет время, чтобы потратить свои заработанные деньги и получить удовольствие. Конечно, у нас есть минусы. Самый первый и самый главный минус это то, что вы сами себе начальник. Вот Маша уточнила, работа по найму сюда не входит. Вы сами себе начальник, вы сами себе подчиненные. Почему я считаю это минусом? Потому что только вы сможете заставить себя встать с кровати и нажать кнопку Power на своем компьютере или ноутбук. только вы сможете открыть социальную сеть, в которой вы привыкли общаться с людьми, играть в игры. Но вместо этого вы будете работать. Точно так же общаться с людьми, но уже зарабатывать на этом себе доход. Вам нравится такой момент? общаться с людьми и зарабатывать деньги одновременно. Но вы сами себе начальник и только вы сможете заставить себя не в игры играть, а работать. Итак, мы предлагаем вам проект прогрессивное развитие, который работает в рамках сотрудничества с компанией Арифлейн. Это известная на сегодняшний день компания. И все привыкли, что здесь нужно бегать с сумками, продавать, втюхивать и уговаривать. Но наш проект без продаж. Как это сделать, я вам расскажу сегодня. Как же это работает? Мы просто-напросто меняем магазин привычный на интернет-магазин компании Арифлейн. Все покупки, которые мы привыкли делать в каких-то гипермаркетах на рынке или в магазине, что касается косметики, парфюмерии, средств личной гигигены, мы просто заказываем через интернет в магазине компании Арифлейн. Мы создаем команду потребителей при помощи интернета, при помощи соцсетей, досок объявлений, при помощи интернет-возможностей сайтов и блогов. И этому мы учим нашу команду. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день у каждой из присутствующих здесь есть шампунь дома. У вас есть дома шампунь в ванной? Ставьте единички. кого дома есть шампунь в ванной? А у кого дома есть гель для душа или мыло в ванной? Ставьте двоечки. А у кого из вас дома есть зубная паста? Смешно? Ставим троечки? Смешно. Но просто-напросто все эти средства личной гигиены можно теперь купить не в обычном магазине, а в магазине компании Арифлей. И не надо никому втюхивать, не надо никого уговаривать, не надо бегать с каталогами, не надо тягать сумки с продукцией. вы покупаете для себя и для своей семьи средства личной гигиены. Но задам еще один вопрос. У кого из вас есть помада и тушь? 4 и 5 ставьте. Помада 4 и тушь 5. У кого из вас присутствующих есть помада и тушь? Отлично! Просто теперь все эти вещи вы покупаете в интернет-магазине компании Reflame. Создаете при помощи интернета команду потребителей точно таких же, как и вы, которые будут покупать для себя и своей семьи средства личной гигиены, парфюм и косметику в интернет-магазине компании Reflame. Будете общаться на досках объявлений, рекламируть себя в соцсетях и строить таким образом команду. Сколько денег напишите в чате сколько денег в месяц вы тратите для того, чтобы сделать покупки своей семьи? Принадлежности для ванны, средства личной гигиены, косметику, для умывания, парфюм, ну вот примерно на семью. 200 тысяч, 300, но россияне пишите, конечно, в российских рублях, это у нас в Беларуси миллионеры, да, сколько вы тратите? Ну, а так приблизительно, чтобы сопоставить курс у нас какой, наверное, 300 рублей россия, да, у нас сейчас стоит или 250. 25 у ей и выше. Вот, 400 тысяч у надежды. у меня лично уходит в районе миллиона. Кто-нибудь еще напишет? Вот, у кого-то около 500 тысяч. Ну, то есть, я хочу сказать, немало вы тратите на средства личной гигиены. И просто-напросто в компании Эрифлейм есть масса скидок, масса акций. начиная от 18%, заканчивая 70% скидок, когда вы можете купить на всю свою семью средства личной гигиены. Косметику и парфюм. А теперь представьте, вы создаете команду из тысячи человек, и каждый из них делает покупку просто для своей семьи. 25 долларов. Ну, или будь это там, сколько это, сейчас курс поднялся, не могу так быстро посчитать, сколько это у нас 20, ну, это где-то в районе 500 тысяч. Представьте, каждый из вашей команды купит на 25 всего лишь уехать. А ваш доход при этом составит 2500 долларов. Как вам ваш доход? Ну, если считать, что да, чуть больше тысячи, да, Анжелика, 400 тысяч белорусских, это примерно около тысячи рублей в России. Ну, вот, кстати, россияне не поделились, сколько они на средства личной гигиены тратят денег. Анжелика, вы стараетесь столько или нет? Тысячу, тысячу, триста где-то. Ну, кстати, как вам доход? 2500 долларов только потому, что тысяча человек купили для своей семьи средства личной гигиены и парфюм и косметику. Мужья ваши бреются, туалетная вода хотя бы один флакон у мужа есть, конечно отличный доход, супер доход. Естественно, чтобы построить такую команду нужно работать и никто не говорит о том, что деньги вам упадут с неба. Нет, халявы не будет, работать надо. Но здесь вопрос в том, что вы работаете дома в то время, когда вам удобно, без отрыва от семьи, и столько, сколько вам удобнее. Что включает в себя наша работа? Это обеспечение потока покупателей в интернет-магазин компании Reflame, это общение в социальных сетях, это работа с почтой, работа на досках объявлений. Вы рекламируете себя, проект, и люди начинают задавать вам вопросы. Вот скажите, пожалуйста, вот все присутствующие здесь, да, кого-нибудь из вас уговаривали прийти сюда? Плюсики, да, минусики, нет. Кого-нибудь из вас присутствующих здесь уговаривали, заставляли, втюхивали? О, даже появился один человек, кого уговаривали? Интересно, да, интересный момент, впервые у нас такой человек появился. А теперь, пожалуйста, ответьте на вопрос, кто из присутствующих здесь сам поинтересовался и задал вопрос, а что же это за работа? Видите, практически практически все. А есть такие, кто не интересовался? Если есть, ставим восклицательный знак. Поставьте восклицательный знак, кто сам не интересовался, что это за работа. О, есть, есть, долго ждали. Надежда, напишите, пожалуйста, тогда. А, вас нашли, вас сами нашли, да? Ну, видите, даже есть такие уникумы. По одному человечку у нас все-таки здесь присутствует, кого уговаривали и кого нашли. по крайней мере, вы можете видеть, что это как раз таки исключение из правил, которые подтверждают общее правило. Что никто никого не уговаривает, никто никому не втюхивает, никто никого никуда не затягивает. Ну, это правильно написала Маша. Вы откройте Яндекс и посмотрите статистику, сколько сейчас людей делают запрос о вакансии. 30 тысяч в день люди ищут работу. А еще правильно Маша пишет, как вы думаете, среди них есть те люди, которые моются? И вывод напрашивается сам собой. Почему бы этим людям не предложить заработок за счет того, что они будут мыться и получать за это деньги? Как вы думаете? Почему бы им это не предложить? Сейчас кризис. У людей нет денег. Идут повальные сокращения и люди, которые на сегодняшний день сидят у разбитого корыта, им нужна возможность заработать хоть какую-нибудь копеечку. А многим из них даже нечего кушать. Какую помощь предоставляет нам сама компания Арифлейн? это глобальный сайт для работы и онлайн кабинет, который она выдает вам пользование. Доставку, логистику и бухгалтерию организует сама компания. Вам не нужно думать, как изготовить продукт. Вам не нужно думать, как его доставить к потребителю. Вам не нужно думать, как правильно организовать рекламу. Все это делает компания. Вы только наполняете компанию потоком потребителей. Ответственность за качество, за инновации, за дизайн, за разработки, за все это ответственность несет компания. Стимулирует развитие бизнеса акциями, бонусами, премиями. Все это делает компания. Вам не надо говорить людям в своей команде, что я тебе дам премию в тысячу долларов, стань директором. Это делает компания. Стань директором и компания заплатит тебе тысячу долларов за то, что ты вышел на достойный уровень жизни. Действительно, у многих кредиты и ипотеки, а сокращение людей ставит в тупик. почему Арифлейм? Многие говорят, это уже компания динозавр, старая, здесь уже ничего не заработаешь, здесь уже нету никаких возможностей. А я вам скажу наоборот. Компания 45 лет на рынке, уже даже больше, чем 45. Она выстояла несколько кризисов, и сейчас, когда этот кризис идет, компания не уходит с рынка, ни с российского, ни с Белорусска. Эта компания представлена более чем в 60 странах мира, и это говорит уже о многом. Выплаты законные, легальные, через банк. Продукция качественная, продукция доступная, цены на продукцию не заоблачные, что могут купить только богатые люди. Цены такие, что средний класс тоже может себе это позволить. Конечно, бедный человек не сможет, но средний класс это 60%, они могут себе это позволить. Бренд узнаваемый, вам не нужно людям рассказывать, что это такое. Маркетинг план многоуровневый, честный. Почему честный? Потому что вы не сможете отсиживаться, когда на вас работали. Ведь очень у многих возникает в голове такая мысль, «А, я сейчас буду покупать продукцию, я буду на них работать, они будут сидеть, потолок плевать и деньги получать». Ничего подобного. Если вы работаете, вы зарабатываете. Если вы не работаете, то вы и не заработаете. Если вы сидите на диване и плюете в потолок, а ваш ниже стоящий партнер работает, то заработает ваш ниже стоящий партнер. Вот поэтому маркетинг-план многоуровневый и честный. Бухгалтерия вся прозрачная, она видна в онлайн-режиме, вы всегда можете увидеть, сколько вы заработали, сколько вы потратили, какие у вас бонусы, какие у вас премии, какие у вас есть программы льготные. Компания Арифлэнс и учредитель Международного детского фонда, она помогает многим детям, женщинам. Что касается у нас в Беларуси, компания инвестирует деньги в три детских сос-деревни у нас в Беларуси. Она поддерживает три детские деревни. Это не детские дома, как мы раньше привыкли, это детские деревни с домами семейного типа. То есть там есть, скажем так, так называемая мама, так называемый папа и где-то 8-10 детей. Это детские деревни сос. У нас в Беларуси и компания Reflame в Беларуси поддерживают эти детские деревни. Акции компании татируются на фондовой бирже. Это тоже очень о многом говорит. Такая компания нестабильная, которая неуверенно ведет себя на рынке, может свои акции выставить на бирже. Да никакая. мы предлагаем вам в рамках проекта нашего проекта прогрессивного развития сотрудничества с компанией Reflame инновационную бизнес-систему. Это Reflame 21 века. Ваш бизнес в вашем ноутбуке. Листовки, промо-стойки, звонки, осады друзей, знакомых, затягивания в бизнес. Забудьте про это. это все прошлый век. Ваш комфортный и уютный офис это ваше кресло и ваш компьютер. Неважно в каком городе вы живете, в какой населенном пункте, в какой стране, бизнес международный. Если есть хоть чуть-чуть интернета, вы уже можете быть в этом бизнесе. Какие есть преимущества и гарантии? Готовая бизнес-система, которая обеспечивает нас компанией и наши лидеры. Это личный онлайн-кабинет. Неограниченный доход с нуля. Собственный бизнес передается по наследству. Ответьте, пожалуйста, мне на один вопрос. И вот напишите мне в чате, обязательно, напишите в чате. Представьте, вы директор какого-либо предприятия. Ну, пусть это, допустим, будет предприятие по изготовлению там микросхем каких-нибудь, да? Вы директор этого предприятия. Вы сможете свою должность передать своему сыну по наследству. Причем предприятие это не ваше, заметьте. Вы директор по найму. что у нас? Только один человек решил ответить на этот вопрос. Остальные задумались, да? Конечно, нет. Конечно, нет. Должность директора в УПА наследству своему сыну никогда не передадите. А бизнес в компании Арифлейн в сотрудничестве с прогрессивным развитием вы всегда можете передать по наследству своим детям и своим внукам. Вы можете обеспечить им лучшую жизнь. Дорогие подарки, украшения, техника, автомобили. Компания чествует своих лидеров. Она устраивает им великолепные банкеты, конференции, путешествия и все это за счет компании. Наша работа это наш официальный вид деятельности. В России есть закон о сетевом маркетинге и там официально в реестре профессий есть уже профессия сетевой маркетолог. В Белоруссии пока закона о сетевом маркетинге нет, но у нас есть две специальности. это исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения и вторая консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. И это официально. Вы становитесь индивидуальным предпринимателем, вы зарабатываете на свою семью, на свою жизнь и на свое будущее. И государственная пенсия оказывается в конце концов совершенно ничем по сравнению с пенсией от компании. О ней я расскажу попозже. Какие премии платят вам на работе? Я знаю, что большинство у нас мамы в декрете и в принципе мы и предлагаем в основном работу для мам в декрете, потому что все-таки денег не хватает и детей надо растить. Но когда вы работали, какие премии вам платили на вашей работе? Тысячу долларов платили? А две тысячи? Три наверное платили тысячи долларов вам. Премии на работе? Все засмеялись, молодцы, да? Компания Арифлем платит такие премии? По достижению уровня директора премия тысячи долларов. На странице моей презентации, которую вы видите, верхний левый угол в голубом платье на пятом месяце беременности. Я стою с чеком тысячу долларов. Кстати, платье то же самое, что и здесь у меня на фотографии. только там я на пяти месяцах дременности, а сейчас уже нет. Сейчас моей дочке уже два года. Задумайтесь над этим. А в какую страну вам подарили путевку на вашей работе? На Бали? Париж? Турция, может быть, в эту работу съездили? Вы, наверное, в Австралию светали от работы. Тишина. Все в шоке, да, задумались. Куда же это я от работы ездил, да? Наверное, в санаторий Березка где-нибудь на крайней деревне, да? И тоже 50%. Правда? Потому что даже путевку в санаторий бесплатно не обеспечивает наше предприятие только за 50%. Компания Арифлейм чествует своих лидеров. С уровня золотой директор вы один раз в год отправляетесь за счет компании в великолепное путешествие, золотую конференцию. С уровня бриллиантовый директор два раза в год. С уровня исполнительный три раза в год. С уровня президент четыре раза в год. Ну, есть там условия. Конечно, мужа можно брать с собой. Значит, если вы становитесь золотым директором, выполняете все условия компании, вы отправляетесь на конференцию со спутником. Вы сами можете выбирать, кто будет вашим спутником. Муж это будет, ребенок, или мама, папа, или, может, подружка вообще. И это будет приглашение на двоих за счет компании. Посмотрите, какая карьера ждет вас, если вы присоединитесь к компании Reflame и к проекту прогрессивное развитие. Это наш план успеха. План успеха, который компания Reflame дарит всем. В директорской команде от 1000 до 3000 долларов, в бриллиантовой от 4 до 7 уже смотрите выше сами. Как же начисляется нам доход? До того момента, пока вы не оформите индивидуальное предпринимательство, вы будете потребителем продукции, будете пользоваться различными скидками, программами, как говорится, 33 удовольствия. Как только вы выходите на определенный уровень, денежный я имею ввиду, вы просто оформляете индивидуальное предпринимательство и все ваши деньги, которые вы заработали, получаете на карточку. Платите налоги, все легально, доход через банк, стаж, пенсия, все есть. А также 17 зарплат в год. Сколько у нас зарплат в год на обычной работе? 12? Иногда там 13-я бывает где-нибудь, да? Есть такое понятие, может быть, слышали, 13-я зарплата. 12 зарплат в год компания Арифлэм делает, это 17 раз в год. При организации потребителей в тысячу человек, из которых каждый сделает покупку на 25 долларов, ваш доход становится 2500 долларов. Это просто потому, что люди покупают. Представьте себе, у вас есть 6 квартир. Вот у кого из вас есть 6 квартир? Я буду говорить условно, да? 6 квартир берем, которые вы можете сдать в аренду, чтобы люди вам за это платили деньги. Есть у нас кто-нибудь обладатель 6 квартир, опять смеетесь, да? Ну, вот представьте, вы, ну, я говорю, я говорю условно, абсолютно, вы обладатель 6 квартир, и каждую сдаете по 200 долларов в месяц. Но, опять же, это условно, потому что в разных местах разные цены, я беру условно, никто, пусть меня за это не критикует. и вы просто за то, что у вас снимают эти 6 квартир, получаете 1200 долларов. так что, что вы думаете, что я вам хочу сейчас сказать? Все, наверное, задумались, думаете, к чему она про 6 квартир, да? А я вам хочу сказать вот о чем. Если вы вырастите в своей команде 6 директоров, и каждый из них получит по 1000 долларов, теперь посмотрите, вы помогаете людям получить 1000 долларов. Это дорогого стоит. Не так, как люди думают, что вы на них наживаетесь. Вы помогаете людям жить лучше. Вы помогаете с 6 человеком получить эту 1000 долларов, и потом получать ее ежемесячно. И компания за это платит вам авторский гонорар 200 долларов за каждого выращенного вами директора. Так вот, почему я говорила про квартиры? У вас нет возможности купить 6 квартир, чтобы сдавать их ежемесячно по 200 долларов. Но у вас есть огромная возможность вырастить 6 директоров, и компания за каждого из них заплатит вам ежемесячно по 200 долларов. Теперь о налогах. Очень многие боятся этого слова налоги, оно абсолютно не страшное, абсолютно никаких ужастиков, просто возьмите и сравните. как индивидуальный предприниматель вы в пенсионный фонд платите примерно 2%, подоходный налог в районе 5%, ну, и того, вы со своих доходов платите приблизительно 7%, что происходит на работе? ну, да, я уже не уточняю, там в России действительно свое налогообложение, там немножко больше, в Беларуси 5%, в России 6% подоходный, да, Маша уточнила. на работе пенсионный фонд вы платите 1%, но предприятие за вас платит 28% и 6%, а еще есть подоходный налог 12%, и сейчас, кто знает, в Беларуси его подняли до 13%, сейчас подоходный налог 13%, и того общий налог 47%, ну, с учетом поднятия 48%, как вам? 7% налогов или 47%? Но никто не думает об этом. Вы поймите, что да, за вас предприятие платит 34% в пенсионный фонд, но если бы она этого не делала, то есть если бы предприятие этого не делало, ваша зарплата была бы гораздо выше, она бы не была той, которую вы получаете в своем расчетном, она была бы выше на 34%, и вот посмотрите, зарплата 2500 как индивидуальный предприниматель, 7% убираем, остается 2325 долларов, и берем зарплату 2500 на нанимателя, да, привыкли, как мы, на работе, да, убираем 47%, и наш доход остается 1325 долларов. Ну, как вам сравнение? Теперь налоги страшны? Ужасны? Клацают зубами? Задумались? Да, задумайтесь над этим. чем классный наш проект и чем классная наша компания? Потому что здесь не добиться успеха, если не помогать своей команде. И девиз наш таков, помоги другому добиться успеха, и тогда успех сам придет к тебе. о чем вы мечтаете? О таком автомобиле? Или, может быть, о таком? Вы в каком доме хотите жить? В таком? или, может быть, в таком? Как вы хотите отдыхать? Так? Или вот так? побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя, кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность. Добивайтесь успеха, начните свой бизнес, и если вы сегодня еще сомневаетесь, примите решение. Примите решение, не надо колебаться, сделайте только два варианта, либо да, либо нет. Человек становится успешным только с той минуты, когда решает им бы. Примите решение. Выбор всегда за вами. Успехов вам и всего хорошего. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их, я готова на них ответить. пока включаю видео, а вы пишите вопросы. . Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...